Приветствую вас, Ксения. Я думал, что ваши проблемы решить можно. Конечно, когда вы не дадаете вопрос свой и отсюда не очень понятно, к какой помощи вы хотите от нас. Вот, но, тем не менее, ваши проблемы решить можно. Другой вопрос, с чего ее решат, потому что, вот, есть у меня такое чувство, что вы нам рассказываете не все. Есть у меня такое чувство, что вы нам говорите совсем не все, а только вот часть, так сказать, проблемы. Да? Только часть вы рассказываете нам ситуации. Ну, вот. А, собственно, если вы не говорите историю своей жизни, вы не рассказываете нам, опять же. Вот. А это все очень такой важный, я бы сказал, момент. Вот. Поэтому, здесь, в первую очередь, нужно, конечно, исследовать, с чего вообще все началось. Вот. Вы пишите сложно сдерживать эмоции, да? Ну, хорошо. Зачем их вообще сдерживать? Давайте начнем вот с этого. Это вот первый такой главный момент, на который вам, наверное, нужно дать ответ. Зачем? Чтобы что? Сдерживать эмоции. Для чего? Вот. Почему я, там, не знаю, боюсь или не хочу их выражать? Чего я боюсь? Из-за чего я не хочу, да? Их выражать. Ну, вот, такой, какой-то, какой-то, какой-то здесь идет аспект. Дальше. Постоянное чувство опустошения. Ну, опять же, что это значит? То есть, нужно как-то вот разобрать это чувство. Но, самое главное, вам все свои чувства нужно прожить и немножко так отпустить, снизить. Не хочется ничего делать, просто ложатся, и все. А вас кто-то заставляет что-то делать, или вы сами себя заставляете что-то делать. Вношения за всеми ухудшились. Когда? На фоне чего? С кем именно? Чувствую себя виноватым акцентом. Вот с чувствами можно поработать. Это чувство из детства. Значит, соответственно, детско-родительские отношения. И необоснованные требования к себе на уровне... Сознание? Сознание? Ну, того, что происходит с вами непосредственно здесь и сейчас. Так, чувствую себя виноват. Во всем не могу объяснить родным и близким, что мне очень плохо. Зачем им объяснять, да? Для чего они обесценивают мои проблемы и даже порой смеются. А как вас опоздают, что они обесценивают ваши проблемы и порой даже смеются? То есть, возможно, их отношения являются системообразующим звеном в вашем отношении к себе. То есть, через мерную созависимость от родных людей, да? Созависимость от их мнения, желание заслужить их одобрение, например. Это вот то, что может быть здесь очень серьезной вашей, трудностью, очень серьезной вашей проблемы. Которую нужно решать, конечно. Вот. Ну, собственно, все. Свой вопрос вы не задаете. Я думаю, что вам для начала надо бы сформулировать свой запрос к специалисту. А я по факту вижу очень высокий эмоциональный тонус, который вам необходимо прожить, немножечко снизу опустить. Дальше, я думаю, что у меня смысл поработать с чувством вины. А там уже можно будет и с личными границами поработать, и дальше как-то уже выработать свою собственную позицию и свой собственный вектор движения по жизни. Вот. Ну а пока не понятно, что вы хотите сделать. Хотите ли вы все это изменить? Хотите ли вы меняться? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok